День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Beat Body Days of the Guardian. Эта игра выходит 6 августа. Разработчики мне прислали версию посмотреть на неё пораньше. Большое спасибо им. Но я сейчас специально остановился на этом месте, потому что тут всё двигается, всё в ритм. И именно игра о ритме, игра о мире подводном, игра о вот этих вот маленьких существах, чей мир почему-то потихоньку разрушается и засоряется. И нам нужно разобраться с этим. Игра сама по себе не является слишком сложной. Или, знаете, в ней нету ничего такого ага, нету никакой такой заковыки, нету ничего такого специального. Но она очень-очень милая, очень харизматичная. В неё просто приятно сидеть и играть. И я редко всё-таки, знаете, у меня такое впечатление, что когда игра хочет меня взять просто вот так вот ага, ага, я тебе нравлюсь, ну всё тогда мне можно делать всё что угодно. Это мне обычно не нравится, я пытаюсь обычно на это не ловиться. Но я каждый раз, когда сажусь за эту игрушку, я ловлю себя на том, что ага, понятно, я опять, я опять в ритм начинаю махать головой, начинаю улыбаться, когда вижу новых существ, новые уровни, что-то новое и очень-очень милое в этом мире. И я думаю, что это именно и есть то, из-за чего вам стоит подумать, брать эту игрушку или нет. То есть, если вам хочется просто какой-то очень милый мир, в который можно будет окунуться, в котором будут пазлы, видите, то есть мне здесь нужно немножко подумать, как это всё сделать. Давайте, мне нужно, скорее всего, направить вот сюда. Хорошо. Самое главное, чтобы меня теперь отбросило туда. Давайте посмотрим. Оп, есть, хорошо. Мы сломали и можем пойти дальше. Итак, что же мы здесь делаем? Мы пытаемся просто пробраться дальше по миру, разобраться с тем, что здесь происходит. Как видите, мы встречаемся иногда с людьми, которые здесь живут. Очень-очень милые диалоги, не слишком затянутые, коротенькие, простенькие, но это добавляет, добавляет к миру. Ну, конечно же, самое важное, это ритм, музыка, геймплей и то, как игра выглядит. И это очень милый микс между трёхмерной графикой. О, господи, что тут? О, тут что-то сейчас будет. Давайте, давайте посмотрим, что это такое. Так, нет, я не могу заплыть наверх. А вот туда, вот, в бас, нет, не могу удариться, всё понятно. Тут был концерт. Давайте пройдём дальше. В камнях у нас прячется здоровье. И я опять же повторюсь, то есть, знаете, я всегда пытаюсь найти в игре что-то такое. У-у-у, а в этой игре вот это особенное. Или в этой игре что-то такое особенное. Ой, мы беднягам отключили электричество. Так, давайте тогда сейчас воспользуемся этим басом. Ломаем. Хорошо, нам, нам нужна эта батарейка. Без этой батарейки нам будет тяжело. Так, извините, товарищи, с концертом. Ну, давайте сюда отправимся. Давайте, может быть, ударимся в этот бит. Нет, нет, ну хорошо, он ничего особо не делает. Тогда давайте пойдём дальше. Но в этой игре нету вот именно этого, вот этот такой, ага! Нету этого момента. Здесь есть очень-очень красивый мир. Здесь есть приятная музыка. Здесь есть милый сюжет. И здесь вам нужно будет просто решить, хочется вам окунуться в этот мир или нет. Это такая игрушка, которая отлично подойдёт для эскапизма. То есть просто вот, чтобы включить её, особо не задумываться, особо не решать, что тут, как пройти. Да, здесь есть небольшие пазлы, как видите. Я иногда здесь начинаю смотреть, как нужно пройти. Иногда есть сложные места, иногда есть даже опасные места. Да, здесь у нас не то, чтобы враги есть, но у нас здесь есть вот-вот эти вот колючие товарищи, которые мы можем им отключить сейчас музыку. Давайте краба ударим по голове. И мы можем, да, успокоить этих улиток. Это Гэри. Я просто уверен, что это Гэри из Спонжбоба. Так, давайте тогда поставим вот сюда вот. Так, давайте выберём все камни отсюда. Вот, давайте проскочим. Так, хорошо. В ритм. Всё, всё, всё в ритм. И давайте посмотрим. Хм, то есть мы, получается, откуда? Откуда мы пойдём? У нас, получается, нас запустят... Так, нас эта штука может запустить, но только сюда. Угу, давайте осмотрим, давайте посмотрим, может быть, я что-то пропустил. Вот здесь вот, скорее всего, что-то пропустил. Краб, перестань, перестань тут битбоксить. Так, у нас тут есть батарейка, у нас есть бас, который... Ага, у меня, он меня бросает сюда-сюда. Давайте тогда развернём. И, то есть, это игра, в которую просто можно уйти. Это очень-очень редко такое бывает, когда я могу просто проигнорировать всё, что здесь происходит. Да, это геймплей, это паззлы, но это всё мы сто раз видели. Ничего необычного в этом нету. Что по-настоящему отличает эту игру от всех остальных, это её стиль, это музыка, это графика. И просто если дать этой игре себя окутать этим, то можно спокойно играть, можно брать игрушку. Очень-очень мило. Просто чтобы, оп, расслабиться, поиграть, послушать красивую музыку, посмотреть на красивую графику. И вот побыть в этом мире. Если вам хочется такого чего-то хардкорного, проходить, мучиться и что-то искать, что-то изучать. Нет, это игра не для этого, это игра далеко не для этого, это просто чтобы расслабиться. Это очень мило, и оно отлично делает своё дело. Так, давайте тогда посмотрим. Давайте сломаем, соберём вот эти штучки. Давайте спустимся. Так, 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 ух, как я всё сломал, всё сломал. Да, вот так. Здесь нам нужно краба убрать, а то есть улитку убрать. Так, теперь давайте развернём. Как раз нужно сначала посмотреть, куда мы будем разворачивать эту штуку. А, всё, я нашёл, вот откуда. Вот откуда нас будут... Так, давайте попытаемся обойти это всё. Хорошо, то есть давайте сейчас будем разворачивать. Отлично, мы попадаем вот в эту. Всё, чтобы как раз ориентироваться, здесь отлично сделано. Если мы можем, то есть видите, у нас две вещи, которые соединяются, они начинают светиться. Так, а то есть нам нужно сюда развернуть. Хорошо, теперь нам нужно посмотреть, попадаем ли мы этой вещью. Так, вот теперь. И теперь, да, басом попадаем. Отлично, бьёмся. Пам-пам-пам-пам, есть. Отлично, можем пройти дальше. И, ой, дедушка. Привет, дедушка. Ну что, мы едем дальше. Это наш корабль как раз. Так, или мы тут что-то делаем. Так, давайте. Так, оп. Ага, хорошо. Мы сломали вот эту штуку. Давайте, да, отправимся дальше. И музыка, когда мы едем на корабле, это просто обалденная, классная вещь. Так, давайте продолжим. Мы собрали какое-то количество битпоинтов. Прошли за какое-то время. Это, конечно же, для людей, которым хочется пройти, всё собрать, всё. Здесь есть секреты, здесь есть специальные места. Это, конечно же, кому как. Мне нравится просто мир. Мне просто нравится смотреть, слушать, управлять. Это, это, у этой игры есть вот именно вот эта вот специальность. Итак, у нас тут джунгли, новый уровень. Давайте тогда пойдём дальше и посмотрим. Давайте ещё чуть-чуть, чуть-чуть поиграем. И вот это вот, чуть-чуть ещё. А посмотреть, а что будет дальше? А что мне покажет игра? Какую историю она мне расскажет? Это всё очень-очень мило. И опять же, я вам скажу, что это очень редко бывает, когда я могу сказать, что, да, ну, этого, этого хватит. Этого хватит. Обычно я бы вам сказал, что, да, пазлер здесь слабоватый, платформинга никакого, игрушка не особо сложная. Да, в ней ничего особенного. Но нет, нет, нет. У неё есть характер. У неё есть характер, у неё есть настроение, у неё есть шарм. Она очень-очень милая. И так, давайте сейчас дойдём до следующего. И, да, и у неё есть абсолютно классная музыка. Так, давайте тогда пройдём дальше. Ага, у них... Они всё праздники празднуют. Так, давайте им отключим краба. На-на-на. Вот вы без краба будете. Так, и как видите, пазл становится сложнее. И, может быть, я даже слишком рано начал вам говорить, что, а, это всё просто. Нет, нет, это всё ещё очень просто. Но пришлось немножко разобраться. Итак, так, 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 давайте. Вот, всё, всё, это чекпоинт. Я думаю, я на этом остановлюсь. Давайте я отложу контроллер. Подождём пока он дает. Вот это мне очень-очень нравится. Итак, милая игрушка. Опять же, геймплейно. Ничего сложного, ничего особенного, ничего такого хардкорного. Но если вам хочется отключить в мозг, послушать приятную музыку, посмотреть на приятную графику и окунуться в необычный мир, то, пожалуйста, BeatBuddy — это игра для вас. И она меня, ну... Она меня всегда улыбает. И она, ну, очень-очень милая. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.